Я помню, как ты и я На нас подал лунный свет Но мы больше не с тобой И свет уже не горит Я знаю твой телефон Хочу тебе написать Но ты кидаешь в лепно Здарова! На некоторых серверах есть такое явление, когда люди живут в своем маленьком мирке И очень не рады тем, кто в этот мирок заходит Обычно это не весь контингент, но все же определенная группа лиц Суть в том, что живя в таком маленьком мирке, где у них уже принято не соблюдать А иногда даже нарушать правила и не получать ничего за это В один момент, мягко говоря, очень сильно удивляться Приходу человека с острым чувством справедливости Который может наказать абсолютно любого и объяснить, почему кто-то был неправ То, что чужаков не любят абсолютно везде, где бы они ни были Это мы уже уяснили Но что происходит, когда чужак начинает внезапно давать сдачи? Да, ребята, вы все правильно поняли Ведь этот выпуск абсолютно ничем не отличающийся от предыдущих Пятикратно переваренный кау Автор всего этого просто обыкновенная обиженная душнила Которая высасывает абсолютно любой аргумент из пальца Чтобы наказать ни в чем не повинных бедных игроков Мне пора заканчивать со своим душным вступлением Ребята, открывайте форточки, сегодня будет жарко Мне кажется, что это скрипач, он высасывает контент из пальца Мусора сасает Мусора сасает Мусора сасает Мусора сасает Директор А провокации есть в какой-нибудь правиле? Сасает Мусора сасает Мусора сасает Джорджи Я Санция Санкиссенксенчаг Чего вы пройдете? Арестованы Те арестованы За Арестованы А этот с тобой? Пошел нахуй ебиши Не знаю Не он не санксенки Ты охуел что Не санксенксенчаг Ты подожди Ты охуел меня палкой Видеть пидараци А что он злой-то? Спасибо, спасибо. Скорее всего, они оба были под маскировкой за профессию ФБИ, то есть профессия ГОСа. Но, очевидно, не стоило так яростно бить полицейского палкой просто потому, что он принял тебя за гражданского. Создавать иллюзию того, что ты реально гражданский, нужно далеко не тем, что ты стоишь с каким-то своим корешем в маскировке гражданского и хуйсосишь какого-то полицейского, провоцируя его на обыск тебя. Это вроде бы немного попахивает джопабузом, но я отметил для себя только одно нарушение, а это фрикав. Меня заковали в наручники без особых на то причин. Немного потом я отправлю его в бан за джопабуз и следом за ним отлечу за админабуз я, потому что я должен был просто его тэпнуть и объяснить ему его нарушение, чтобы он сам себя забанил. Ничего против не имею, мое наказание полностью заслужено. Мне реально стоило подробнее прочитать правила, прежде чем что-то делать. А это кто такой? Вот его мы точно не знаем, его мы сажаем. Ладно, этого не сажаем. О, а этого сажаем. За что? Или он с тобой? За то, что ты проник сюда. Нельзя так делать. А должно быть закрыто, давай вали отсюда. Понести вот этого вот очень злого человека. Че за хуйня, че он злой такой? Гражданин, покиньте территорию ПУ. Меня заковали в наручники непонятно зачем, фрикав. Пять минут джайла, всего лишь. 2.17. Чего такое? На тебя жалобы за фрикав. Ой, фрикав. Я уже запутался. На тебя жалобы за... Потому что ты зажали ловнер. Он тоже... Ты мог чекнуть, блядь, или жалобы подать. У меня вопрос. Как? Либо тап. А, ну да. Там в иконке пишется. Ну ладно, бью встав. А я не знаю такой команды. Незнание правил не освобождает от ответственности. Знакомьтесь, наборная обезьяна. О его помиловании я все же пожалел. На момент записи ролика он мог отлететь тоже за админобус. И это было вполне себе обоснованно. На меня пожаловался вроде бы один человек. И почему нас там целых пятеро, я совершенно не понимаю. Один что-то вкинул не по теме, другой это подхватил и начинается зверинец. Почему администратор с этим ничего не делает, я тоже не понимаю. Чё, он отправил, он не зад команды, они правил. Чё? Я просто для этого сказал. Для вида. Просто подержать разговор. А может один кто-нибудь говорить будет. Ты являешься донатным лобом. Запрещено наказывать игроков с донат привилегиями Ди, модератор и выше. И выше, если ты являешься сам донатным. А, понял. А, Гуга, можешь, пожалуйста, нажать Alt-E и посмотреть в камеру? Посмотри в камеру и нажми Alt-E. Пиздец. То есть мы сидим с ребятами абсолютно адекватно, обсуждаем, почему я был не прав. Они мне предъявляют какие-то пункты правил, с которыми я не спорю. Но наборный администратор, который сюда вообще никак не относится, вдруг захотел сделать посмешище из игрока, который попал на жалобу. Я сейчас сижу и монтирую это видео, и с каждым таким вот разом, с каждым таким моментом я жалею, что не попросил его забанить за админобус. Нормально же, да, когда чел проходит набор, чтобы насмехаться над другими игроками, которые вот-вот получат наказание. Если я в своих роликах это делаю только с теми, кто этого заслуживает, то у этого челика нет абсолютно никаких границ, даже с учетом того, что он встал на админку недавно. Зачем? Для скрина, для скрина, для скрина, для скрина, для скрина. Я даже знаю, для какого скрина. Для смешного, для смешного. Ты мешаешь разбор? Да нет, все молчали. Я решился убить эти игры. Ты мешаешь. Уйди, уйди. Прописывай бан уже. Не плачь. Спустя почти сутки бана с меня сняли его, чтобы я смог нормально дозаписать материал, и у меня был готовый ролик. Огромная просьба этому сильно не удивляться, потому что это абсолютно обычный рабочий момент для медийки. Ну так вот, я снова зашел поискать нарушителей, но в этот раз я буду чуть более осторожным, чем в прошлый. При выявлении нарушения у кого-то, если это донатный администратор, то я его просто буду просить тэпнуться к себе в админ зону, и там я уже буду объяснять, в чем его вина. То есть я не буду выдергивать их с какого-то возможного РП процесса, буду ждать, пока они тэпнутся ко мне сами, буду им объяснять, в чем они неправы, и буду ждать, пока они сами себя накажут. В случае с юзером или же другой не админской привилегией, все несколько проще. Я сам его тэпну, когда я посчитаю нужным, потому что, ну, он же сам ко мне не тэпнется, правильно? Точка, обратно домой заходим, комендант, если сейчас действует. А я и так у себя дома. Вы не у себя дома? Я на территории своего дома. Не волнует вообще, я дома сидит. Но вы на улице. Я на территории своего дома нахожусь. Ну ладно. Еще 4 минуты, я пока просто сижу. А у вас это оружие заспал. Ты что, еще страх потерял? Ой, извините, у меня так и ждет. Нарушение нон-РП, потому что он пытается помочь тому, кого он не знает в присутствии мента, который его заковал. Можно было бы, конечно, докинуть фир-РП, но этот чел не конченый, он просто нарушил правила и допустил оплошность. Он не вел себя, в принципе, плохо и токсично. Че стипец, просто ли? Я что на месте? Ой, это я, если что, это исправительные работы. Валентина. Валентина ТП. Привет. Здравствуйте, я тут. Привет, у тебя я увидел нон-РП, когда ты подошел к левому человеку, пытаться его расковать отмычкой. Я извиняюсь, конечно, только можно мне не выдавать джайву, пожалуйста. Я не хочу варну, у меня и так второй. Я готов откупиться. Так, так. Не, я не откупаюсь, сори. Ну ладно, ладно, джайв. Ничего страшного, переживем. А меня, типа, отжарить от твоего имени или не обязательно? Ну да, давай. Спасибо. Спасибо. Ивши. Ивши. Чурка, 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 чурка. Чурка, чурка, чурка. Ивин. Уплажил. Эфсид. Я уже третий раз прошу. Мне похуй, кто ты? Ивин, Эван. Тепайся в сед. У тебя ФК и Армит РП. Выдавай. Ну, сейчас. Сейчас я с одним разберусь к Амбулатикам. Что это такое? Сейчас я... Мне надо сейчас с одним разобраться. Я жду джайву, когда он себе выдаст. Фрекил у меня уже одного есть. У меня фрекил Камбулат. Вот Армит РП. Мне Камбулат нужен, подожди. У меня уже... У меня есть уже жалоба на фрекил Камбулата. Сейчас мне надо было поговорить. Ласт пред. Далее идет АА. Сука, ты что, в уши думаешь, что я тебе сказала? На меня уже жалоба зафрекил. Сейчас я телепортию... Выдавай джайву. Я разбираю эту ситуацию. И жду выручки наказания. Молодец. Вообще, блядь, нечестно. Вообще охуел. Бля, давай его затулим нахуй. Пошли его тулить, блядь. Блядь, там мусор на крыше сейчас ебнет нас. Видишь мусор? Пошли, блядь, я давай пидарасы затулим. Очень по-эрпешному, однако, бегать обсуждать через всю улицу, как вы затулиете какого-то полицейского. А может просто его увозят? Блядь, где охуелуша? Блядь, где он? Карл Джонсон. Блядь, его здесь нету. Блядь, где его тогда еще искать? О, что такое, ребята? Что такое? У тебя нон-рп. Можно при чем? Ты бегаешь и обсуждаешь убийство копа по улице. Удачи. Ничего не писал, я удачи. Хотя он вроде бы достаточно адекватно общался в нон-рп обстановке. Поэтому, забирая свои слова обратно, он не бедлоит. Нет, давай. Удальное. Кто меня убил, интересно. Я не понял, что там произошло. Система поиска пидорасов активирована. Причина убийства. Я, смотри, я зашел, я грабил человека и ты зашел. Ты был как потенциальный свидетель. Пидорас найден. Ну да. Ну смотри, я граблю человека, ты как потенциальный свидетель заходишь ко мне. Что я должен был сделать? Кстати, давайте там 10 тысяч и уйди отсюда, да? А я понял разве, что происходит? Ну я не знаю, я лежал в холю. А ты не должен понимать. Ты не должен понимать, что происходит. Вопрос. Какого хуя он забыл на моей жалобе и на ситуации, которые я разбираю? Я вроде бы не писал никуда, что мне нужна помощь от какого-то администратора, чтобы тут разобраться. Но он почему-то решил, что нужно все-таки встрять, невзирая на то, что его никто не звал. Начать мешать разборке, а потом и вовсе меня отвлекать. Совсем скоро появится в кадре другой администратор, которому я уже респектую, нежели вот этому дурачку. Потому что он разобрался в ситуации и помог мне понять, почему все-таки вот этот вот чел на бандите будет виноват и за что его откидывать. Удивительно, что челик, который пишет в дискорде про меня, что я доебываюсь до людей, сам же сейчас доебывается на ровном месте до меня. Потому что ты сам сюда пришел, тебя сюда никто не звал и ты лезешь со своими рекомендациями, которые к тому же оказались неверными. У него же реально... У него нарушение, кстати, было там в правиле бандитов написано. Там сначала он должен был... Слушай, ты мне вот сейчас угрозил тем, что типа... А потом тебя уже убить. Если не уйдешь, то все, у тебя это... Ой, Рой. Ты сейчас просто мне сказал. Повтори, Пэш. Если ты не уйдешь, я... Смотри, у него нарушение. Там в правиле у бандитов написано, что он сначала должен был дать тебе возможность уйти. А, вот оно что-то. 6-1-2. Что такое? 6-1-2? Парусек, чекну. Я, походу, с наебными улицами прикупал. Парусек, чьякайну. 6-1-2. Если появляется свидетель, то вы должны ему дать возможность уйти. Понял. ТП. Помозор. Что такое случилось? У тебя 6-1-2. Поясни. Читай правила, бля, поясни. Поясни мне. Иди нахуй. Алло, пояснишь, нет? Да бывает, просто он мне сейчас угрожал баном. Типа помеха, разборка. Я тебя предупредил. Нет, это была угроза. Горде. На первый раз я это спущу и отнесусь к этому достаточно толерантно. То есть я выполняю свою работу администратора. Я выясняю, что произошло в той ситуации, пытаюсь выяснить, есть ли какое-то нарушение. И в мою работу влезает администратор. Меня очень умиляют просьбы действующих администраторов, которые здесь работают, которые адресованы в не совсем таком позитивном тоне. Прочитай ты уже правила. Причем мне говорит почитать правила и выучить чел, который дольше играет, чем я на этом серваке. Ну, словно я захожу сюда просто записать материал. Вот в чем прикол. Вопрос. Зачем мне досконально учить правила на каждом сервере, на котором я снимаю, при учете того, что я захожу, ну вот прям волной на какой-то сервак. Я захожу именно вот записать материал и выйти. Мне зачем учить? Что, их потом буду где-то еще рассказывать эти правила? Ушел, ушел, ушел. Куда ты бежишь? Все, давай ушел. Иди нахуй. Ушел, потом куда ты бежишь? Ебаная психованная истеричка. Не у одного из них в этот момент нету оружия, поэтому я пробегаю уже заранее вооруженным через этот район, и как-то будет странно доставать в ответ на мое оружие свое. Ответ очень и очень простой. Они искали с кем постреляться, нашли самую беззащитную цель, а именно гражданского. Нарушили после этого все разом фиррп, а именно достали оружие на вооруженного человека, который вам ничем не угрожает, и решили доебаться. А дальше идет самый распространенный прикол среди школы бандитов, а именно отчет от одного до трех, который у них длится, сука, реально одну секунду. Они считают один, два, три и стреляют по тебе. Как ты должен среагировать на это, я не понимаю. Этот долбоеб вообще, видимо, считал в уме, поэтому я его отчета не слышал. Что, бля? Ничего, что у меня оружие было в руках, и он достает в ответ его? Нет? Ну? Что за хуйня, бля? Ладно, окей, откроем логи. Брал вы на меня. У тебя эфка, фирррп. У тебя эфка, фирррр, выдавай наказание. Эээ, а стопа, когда было, шоу, когда? Только что ты бежал, достал оружие на уже вооруженного. И убил его. Так я говорил, тем более там настроек было. Что ты говорил? Лицом к стене. Ты отчет дал? Или дал возможность сделать это? Нет. Выдавай себе эфирррпфка. Выдавай. Давай. А ты не можешь? Выдавай себе эфирррпфка. На сколько? 30 минут. Супер. А лицуху получил, могу идти дальше. Кошмарик долбоебов. На бандитах. Я вам. Сыне, сука, быстро. Гражданский. Я считаю, это трел гражданский. В инаком случае я буду арестован. Я только что вышел из мэрии. При вас. Меня это волновать не должно. И шел домой. Я дико извиняюсь, но уже прошло почти 5 минут. Я только из мэрии вышел при вас. И вы на это не обратили внимания. И вы ждали, пока я получу лицензию. Это как минимум странно меня наказывать после того, как я выйду из мэрии. Дайте я дойду домой и все. Иногда можно просто спокойно договориться. Слишком долго было бы просто ему объяснять в чат. Поэтому я уже включил ГС. Но я также с изменением бегаю. Прикольно. Охраняемая территория. Блок пост. Что? Тут можно спокойно открыть. Понимал. Да, я проник на охраняемую территорию. Как-то написано в текст скрине. Но меня за это нужно было не расстреливать. А поставить лицом к стене. Обыскать. Проверить лицензию. А потом сажать. За то, что я проник на охраняемую территорию. Что делает этот ублюдок у вас на экранах? Правильно. Он пытается со 100 500 раза меня убить. Блать. У него это не получается. И я кое-как вроде бы сбегаю. Я, конечно, не супер стрелок. Но, блядь, так как он, я точно не стреляю. Я, понимаете, я умудрился еще ему написать в чат. Увернуться от выстрелов. Убежать с этой территории. И встать просто на месте. Чтобы он меня просто арестовал. Я, блядь, помочь. Зай, помочь. Блядь, братан. Если ты, сука, отсюда не уйдешь, блядь. Блядь, блядь. Да ну да, я уйду тогда, блядь. Мне кто-то давал предупреждение? Нет, не спрашивайте. Окей. Сид. ТП. Ну все. Ну-ну-ну, давай. Давай, срыгни. Срыгни. Срыгни что? Извините за остановку не по теме, но я недавно в телеграм-канале своем, ссылка в описании, я открыл голосовые сообщения. Первые 10 часов, как я открыл, люди безостановочно рыгали. Поэтому, мне кажется, с такими просьбами ему прямиком туда. Фрекила. Что-то еще. Фрекила не было. Я аж сказал. Тут, короче, там спокойно можно убивать. Это КПП. Что ты сказал? Ты читать научись. Там было написано даже, что нельзя обходить. Но там не сказано, что можно убивать. В смысле, блядь, но догадаться нельзя, нет. Типа, что это поэстейский КПП. Ты мог меня арестовать, прогнать, пригрозить оружие, потом только стрелять, но не расстреливать на месте, пытаться. Нет, нет. Да, да, да. Давай, срыгни что-нибудь в ответ, попробуй оправдаться. Срыгни что-нибудь в ответ, давай, давай, давай. Завли палатку. Ого, а что ты сделаешь, если не завалю? Ты опять меня пристрелишь раза с десятого, поскольку ты кривой ебаный стрелок, да? Нет. Ты как, руку между ног просовываешь сзади, чтобы попасть наверняка, да? Я не выкрутил звук в ноль, он просто думает, что мне ответить. Может быть, тебе какая разница. У тебя фрекил. Там не было написано, что проход это расстрел. Ну, поздравляю, дальше что? Дальше срыгни. Не, поплачь, 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 поплачь. А чё кто плачет? Я сейчас в меню вписываю, вбиваю тебе фрекил. Всё, удачи. Давай, идти, всё как-то. Можем идти. Здесь я тоже не выкручивал звук в ноль и не ускорял видео. Он, сука, реально туго дум. У него башка нихуя не варит. Донатным админом купил думать крутой. Ну, явно покруче бомжа косого, который, блядь, вообще с минус 100 зрением играет. Раз попасть, сука, не может по-гражданскому, который стоит на месте. Тебе какая разница, какое у меня зрение? Ну, а тебе какая разница, на какое привилегии играю? Алло, блядь, болван, ты чё? Свою фразу придумай какую-нибудь, которую ты юзать будешь. Выбледок. Что ты, деревенщина, блядь, заткнулся? Фразу свою придумай, а потом выёбывайся. Мразь ебаная. Обосрался, блядь. Прикольно мои фразы пиздить и моим же оружием пытаться меня загасить. Ну, ровно до тех пор, пока я какие-то новые не вкидываю фразы. Мне нужна снова лицензия, поскольку меня этот ебанат убил. В следующих фрагментах микробандиты нарушать правила начинают пуще прежнего. Оказывается, там на крыше была какая-то РПшка. Ополчение сделали. Ополчение, уточню, из бандитов, состоящая целиком и полностью. В своём телеграм-канале я уже вам давал эту задачку на решение конкретно этой ситуации. Объясняю ещё раз тех, кто не в курсе. Бандиты построили себе на крыше базу, состоящую из всяких заграждений, что уже является нарушением правила Мингбилдинг и несёт за собой наказание в виде 5 минут бана каждому, кто нарушит это правило. Помимо этого, бандиты, которые ебанулись головой несколько сильнее, чем остальные, начали ставить на этой крыше маники и также ходить с оружием, а иногда даже расстреливать других людей. Да, это, возможно, была бы очень классная РПшка, ну, если бы она проходила не в людном месте, а в каком-то здании хотя бы. Но, к сожалению, инициатор РПшки и её прямые участники ещё не отошли от спайсов и они устраивают её в людном месте, что запрещено правилами Нон РП и Армит РП. Армит РП, потому что они там носят оружие в открытую, Нон РП, потому что они там устроили сука базу и потому что они там держат маники. Кстати, нарушение правила Нон РП можно будет посчитать каждому раненому в голову участнику этой РПшки, потому что они все хотели спровоцировать полицию на какую-нибудь перестрелку. Иначе зачем бы они ходили с оружием и начали бы дальше стреляться с ментами? Вы это, конечно же, увидите всё без ускорения, извините за такую долгую остановку, но у меня вопрос. Разве после того, что я сейчас вот вам пережёвываю, объясняю и показываю наглядно, где тут кто что нарушил, можно ли сказать то, что я просто так до людей доёбываюсь, высасывая из пальца какие-то аргументы? Потому что мне кажется, тут высасывать абсолютно нечего, ты просто открыл правила, сопоставил с тем, что у тебя есть на демке, увидел где какое нарушение и всё, жалоба готова, наказанные улетели. Вышло так то, что местные игроки достаточно сильно начали плакать из-за того, что я во время этой РПшки методично откидывал одного за другим долбоёбов, которые нарушали правила либо Минг Билдинга, либо Нон РП, либо Армид РП. Ну иди нахуй, всё, я с тобой не разговариваю, бля. Ну, бля, ну, прости, пожалуйста. Ну иди, иди нахуй, всё, я с тобой не разговариваю, бля. Ты чё, задохнулся, что ли? Почему, бля, бандиты? А может, я пойду, что? Ладно, с кем не бывает. ХК, АРП, Сид. Да скрипач, скрипач, тебе делать нехуй или что вы, да? Скрипач, ну, ёбаный рот, бля. Окей, в другом вопрос, бля, короче, вопрос в другом. У тебя нарушение ФК и Армид РП. Как именно? Ты на крыше убил чела, без причины. Ага, Армид РП? Крыша, общий место указано в карте. Мы просто отыгрывали РП, ну, решил просто до РП доебаться. Ну, конечно, я решил доебаться, ведь вы же ничего не нарушили, вы просто отыгрывали в кавычках РП. А если отыгрывает РП, вот такой вот контингент, то без нарушений не обойтись. Ладно, как хочешь. Какого РП? То что вы стоите с оружием? МДА РП. В правилах сервера крыша не отмечена, как безлюдное место, что там можно орудовать, доставать стволы и стрелять, и убивать людей без причин. ББ, ВП. Отопьём, ВП. Отопьём. Строительство. А мы что, будем кидаться какашками, да? Нет. Ну, вы да! С этой вот фигней стрелять. Строительство разрешено для бомжа. Я здесь новенький, как у вас дела? Да, всё прекрасно. А где летающий желез? Прекрасно. А что у вас здесь? Готовимся к войне с вот-вот-вот ним. Правило строительства. Охуй. Нашего копа забирает, нашего копа забирает. Пури. Смотри. Фейма-Зерленс. Лайк-Рофф. Что-то строил. Ставцы. Дома катастроф. Будет что-то против меня говорить, да? Да я говорю разворабали. Да не вы вообще. Вот ваши прочтененные, наверное. Радиоведущие, радиоведущие! Радиоведущие, радиоведущие! Радиоведущие! Ооооооооооооооооо. Тыпредводитель общества этого собора? Да. Общ rav doof. Как вы можете заметить, не один я удивляюсь тому, что тут происходит. Но не могут уже две мухи ошибаться, согласитесь. Армит РП уже у двух обезьян, фиксируем и запоминаем. Классная РПшка. Пока они молчат, объясню. Заложника они взяли и держат тоже тут. Это не делается в общественном месте. Ни в коем случае. Нет, давайте, буду говорить я, смотрите, дорогие, я не знаю, кто вы и полицейский. Ну да, нахуй не слушайте меня. Ребята, реально, оружие уберите, послушайте здравого человека. Никто опасно сейчас в данный момент не предоставляет вам. Я без оружия, вы тоже, давайте. Смотрите, ребята. В общем, они далеко стоят. У нас же толпа царя. Давай, давай. Он одень, давай. Толпами то? Да говорю, толповат, а он одень его. Там, 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 полицейский срапит, там полицейский срапит. Я выступаю нейтральным лицом. В качестве передачи заложника. Ну, я просил. Зай, следит, агент. Уберите оружие, ну, ёлтвою мать. Уберите оружие, ребята. Пацаны, пусть следит, мне-то что-то. Хорошо. Врага офигеется, он тебя убьют, я его, блядь. И он, тебе ж пизда, окроме того, что следует. Ребята, я клапанный среди ПДР. Ну, блядь, ну, я предупреждал, он заебал ножников. Ни в коем случае. Все тогда, значит, тут мои ополномочия, все. Это да. Если вам объясните, вы меня не слушаете. Вы свободны, тут ваши ополномочия. Тут мы молчали, в основном, все. А, что, так, в любом случае, я тоже третье лицо. Давайте, достаньте, блядь, еще оружие. Я контролирую, что тут происходит. Просто, которая просто построила какие-то баррикады и тут... За каким-то хуем решил нарушить на НРП и поставить здесь Маник. Сука, что, стреляет? Больше не стреляет. Я в укрытие, все, мне просто... Кто, блядь, стреляет? Панам, блядь, сватает, 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 блядь. Блядь, убили радиоведущего, ребята. Сука, ну вот он тупой. Че она мне деньги берет? Сколько? Сука, да, тысячу уже. Тысячу. Убери оружие. Ой. Дебил, блядь. Отсюда, блядь. Ну, честно, ему просто нужно было выхватить. Если он покупает, то он постоянно с кем-то, к сожалению, на зиму триплоса. Нет, все. Давайте, достаньте ствол кто-нибудь еще, блядь, разок. Стам я не тот, что он может выбрать. Учин был. Как такую? Кликинг. Иди нахуй со своим маникам отсюда. Если даже истальные, а зачем об ДНП поставлены, причинаarma ценой лыбовик в очереди. Мы ещё рез tough olmanic. Иped'och же блядь. 傳ай. Г quietly,шь. А для этой территории. Городжа. аэкспрессия в области народной республики в сфере а я как бы было не делал пояснят это первое разумеется в церкви дарова на 1 в этом году и нахуй суши маникам альтернатива альтернатива а я не знаю в сфере в сфере поделивали голоса в мае я готовлюсь и готовлюся чем если у нас чистота латвы похоже что намечается там слишком много шума пацаны знаете че они хотят делать иначе нас третий пацаны а вы че серьезно решили стрелять сразу прямо на крыше в общественном месте у вас не рады нихуя я тут да потому что это наше государство, и мы будем отбиваться. Организатор РПшки еще не отошел на этот момент съемки от Спайсов, поэтому прошу его извинить. Че, ты с ними будешь участвовать или будешь смотреть? Нет, это че, еблан, что ли? Я понаблюдаю, кто будет оружие доставать, еще что-то делать. Души меня нахуй, реально, блядь, нахуй я тебе тут нотацию читаю, блядь. Чужой? Адольф Дриплер. Какой чужой? Ребят, выйти за ограду, за ограду. Выйдите, попросил по чулическим языком. Будьте вы людьми, во всяком случае. Это не чужой, это свой. Он основатель этого куста. Берите тазер, оружие. Слушай, слушай, я могу всю эту защиту убрать. Это точно моя защита. Моя защита. БНР. Подожди, подожди. Бабжатская народная... Почему он должен арестовать? Да так, ну этот, че-то захотел этого арестовать, я ему говорю, давай ты его лучше арестуешь. Ну подожди, не он, не я, мы не являемся членами в вашей республике. Мы не защищаем нас никого, мы не страна. Ну, если вам не нужна война, сваливайте нахуй отсюда. Да мы забираем в белом костюме этого человека, который маник поставил. Это уже наглость, это уже наглость. Вы просто сваливайте нахуй отсюда, потому что это наша территория. Это наглость, нет, не жребенут. Нет, нет, нет. Это одна страна, наши правила. Нет, нет, нет. Наша демократия, наша демократия. Это наше право. Ставлю сотку на то, что долбоеб, который кричал про демократию, даже не знает лексического значения этого слова. Наши законы, наши. Поднимайте все, вы будете ухать. Законы очень кончены по одному, по одному. По одному вопросу, и законы. Блин, скажи хотя бы один закон. Русский есть, вот у русский есть, все. Мой закон, мой закон закон. Русский есть. Мой закон был сара сосать, вот какой мой закон. Открытая провокация полиции, то бишь, нон РП. И вот он тоже сосет, кстати. Короче, я не знаю, как по английски будет. Блядь, пацаны вяжут меня, это неадекватно нам. Блядь, я прячусь. Отходи, отходи, у них оружие, это регинар. Тихо, тихо. Катакури. Бивайте, кто им, убивайте. Тихо, тихо, пацаны, уходим в подполье, уходим в подполье, блядь. Катакури, кучева. Заебись. О, парня, теперь, 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 я тебе советую отойти лучше. Армия ТРП. Кучева. Рубрика «Бандиты ущемились». Какие-то игроки сервака, вообще рандомные, начали спрашивать у меня, почему я так часто и много выдаю людям армия ТРП. Я даю это объяснение, и кто-то ущемился с оскорбления типа долбачи. Но кого-то конкретного я ведь не оскорблял. Я также достаточно доходчиво этого, видите, на экране, объясняю, что представляет из себя вот эта вот их якобы РПшка. Мы стедели, никого не трогали. Блядь, я хуй клал на твою ДНК. Челу просто не яхуй делать, он доебывается до всего. Просто я пришел, увидел то, что они там делают какую-то базу. По правилам строительства это неправильно. Это нарушение минг-билдинга. По правилам армии ТРП тоже неправильно. Бегать по крыше, доставать оружие. Сука, ставить маники, блядь, на крыше мэрии вот здесь. У них ни базы, ничего нету. У них ничего нету абсолютно. Они тут, блядь, просто построили... А в чем прикол? Че все затихло? Че все затихло, Данил? А, видимо, напугались. То, что видишь, ты начал подмечать, записать. Они, видимо, сбежались из-за этого. У Гафащиха говорил про что-то, типа то, что ты ноешь. Вчера он говорил, что ты пытаешься высосать тенты из пальца. То, что ты вчера пытался до этого докопаться. До кого докопаться? А че за суета-то вчера была? Мне выдали наказание, и все. Я потом просто написал, что вот так и так мне выдали наказание, но я хочу материал просто набрать, зайти. И они начали, типа, начинать тебе душить прям по полу. Он, типа, он будет чтен. Толерам, и ты его жаль. Типа, они вот в такой степени тебя пытались дышать. А вот этот вчера именно будет. А, ну, он улетел сразу. А, Лоник? Я сам вчера, я сам не понял, что прослепил. Ну, он и сегодня мешал мне работать. Кусик, я знаю, ты за мной спек. Кусик, мы где спекаты? Вон он на базу админа встепнулся, как раз Лоник. А че за суета? А че там за плач такой? Я же просто по фактам раскидал нарушение. Бегаю, смотрю за ситуацией, вижу нарушение наказываю. Че не плачет? Не обращай на него внимания. На приколе Кентик просто. Ну, раз на приколе, давай тогда прикол уже в серьезное переведем. У меня есть демка того, как он провоцирует полицейского, а потом удивляется, что вот, они начали стреляться. Потом удивляется тому, что я фиксирую нарушение. Че удивляться-то, блядь? На меня он вчера ЖБ подал, ну окей, хорошо, я не могу банить равных по рангу. Окей, выдавайте бан. Я наказание получилось, меня потом наказание сняли, чтобы я набрал дальше материала. Я тут не играю на постоянке. А судя по тому, что он тут играет, он играет на постоянке. Нон РП, эфир РП, вот и все, сразу. Вот. В одном предложении Нон РП, эфир РП. Че такое, че случилось? Почему ты бегаешь просто на крышу и байсишь коп? По пределам, ты герой мусора сосать и так далее. Кого? Ну, я же, подожди, как я байтил? Кого я байтил? Я просто сказал, закон в моем государстве такой. Мусора сосать. Мы построили... Это все началось вообще, почему именно мусора сосать? Я могу сейчас прямо, вот, прямо, сука, тут аргументировать. Что дальше происходило? Меня заковали в наручники, мои люди достали оружие. И начали стреляться. Я лично, я просто сбежал. Твои люди были из твоей группировки? Нет. Это просто рандомы какие-то были, которым я сказал, пацаны, губунт против власти устроим, и все. Суисайд Фэм Кю там были. Да там все были. В моей группировке только элитные люди состоят. Ну, тогда сейчас придется потепать тех, кто убивал меня. Да, пожалуйста. Которые, кстати, скрипай, за что тебя убивают? Ты по этим, мне-то что? Да нет, просто бред то, что я смотрю, и тебя просто сбривали. Ну да. Ну, когда я его вернул, он сказал, что он случайно по пути попал. Потому что он, когда шмаляв по нему, он по пути случайно попал. А что туда его? У тебя претензия есть какая-то или что? К тебе? Ну да, ты прямо ничего никогда не говоришь. А я должен? Ну, сейчас, пожалуйста, разборка. Ну, у тебя претензии злоба копятся. В чем проблема твоя? В чем проблема? Ну, блядь. Что ты смешный? Ну, спокойнее, выскажи. В чем твоя проблема? Да нет, забей. Что забей? Ты дальше будешь за спиной? Ну, в том, что ты душнишь постоянно. Вот в чем моя проблема. В чем я душню? Я контролировал ситуацию. Вижу нарушение наказа. Вот что тебя не устраивает? Или я не по правилам выдавал наказание? Просто так вот? Нет, ты по правилам это все делаешь. Но это личная моя претензия. То, что ты просто душнишь. Ну, вот такими вот милипиздерическими правилами. Ну, их же не просто так придумали. То, что ты делаешь, это без вопросов. Я не спорю, их не просто так придумали. Но это мне конкретно не нравится, как человек. Мне плевать, кто их там придумал, где. Это просто моя конкретная претензия, как человек. Ну, не нравится и не нравится. Я что сделаю? Сажать этих дегроидов на 5 минут, я так скажу, это не очень способствует тому, что... Давайте уже конкретно к разборке перейдем. Девояс, тебя ставили к стене. Если что, Кусик, там уже больше нет никого. Ладно, может их ставили. Там просто было, блядь, гулдеж. Может, и ставили. Он есть один старый. Говорят, тебя ставили к стене. А ты убежал. Я говорю, может, и ставили. Просто там такой гулдеж был, я толком ничего разобрать не могу. Так вот. Как только меня повязали, сразу все начали орать. Он говорит про мусора сосать, и его начинают вязать. Он в этот момент убегает, и начинается перестрелка. Чувак, потому что, может, я там с этой крыши 150 раз петгал, и я знаю, как с нее прыгать. Че ты даёбываешь сейчас? В наручниках? Ну, а че? Здравствуйте. В жизни мы падали. Чувак, там крыша. Слушай, любая претензия по факту нарушения твоего, это сразу даёб. Набор окончен. Нет, потому что это не является, это не является нарушением. Я спрыгнул, я прыгал с, ну, небольшой высоты вообще. Это типа туда, ближе к этой, крыше мэрии, которая, крыша еще. Я вернусь, как и проведу набор. А, ну это нормально абсолютно. Тут не даёб просто неточности, все. Это не ФРРП. ФРРП в том, что тебя менты вяжут, а ты от них уходишь еще в наручниках. Ну, окей. Ладно, тут я ничего не могу сказать. Провокация, но НРП. Допустим. Ты видишь за спиной госов и боишника, много госов, и ты говоришь, мусора сосать. Причем ты просто не хочешь, чтобы к тебе приходили менты. У тебя там свое государство. Ну да, я не хочу, чтобы ко мне приходили. Да, но ты делаешь так, чтобы они зашли на твою территорию и начали с тобой вязать тебя, перестреливаться с тобой из микрочелек, которые вообще не с твоего клана. И что, что они не с твоего клана? Ну и то, это левые люди. Ты левых людей набрал, которые нарушают правила, ты не в состоянии за ними уследить. И ты на это глаза закрыл. А я обязан? В смысле, ну ты говорил кучу раз, что ты тут главный. У меня на демке это лично есть. Ну что и что, значит твои слова просто хуйня какая-то, воздух. В игре 2006 года срутся на аудитории. А что, так не может быть? Ну хз, это как минимум странно тогда. Смысл у тебя находиться на админке? Ты видел кучу нарушителей, и ты ничего им не сделал. Если он в РП про феи игнорирует нарушения, будучи донатным. Ну так вот, два основных нарушения на РП и эфир РП. Все? Все, вроде бы. Ну все. Ну да, он вроде согласен. Ну все. Управляйте в джо. Хана тебе меченый. Ну все пизда мне, блядь. Скрипач меня унизил по фактам и выебал в рот. Так и назовер. Это карикатура такая сейчас, да? Комичность, ты пытаешься обыграть? Да. Я очень комичный и очень смешной. Ну я пока не замечаю этого. Ладно. Мне, кстати, реально на собраниях. Я скоро. А, насчет админа, кстати, у меня вопрос. Два, десять часов. А, подождите. Это скрипач? Кустик. А что за тон голоса такой обижен? Это скрипач, он высасывает контент из пальца. Да, я высасываю контент из пальца. Из таких, как ты. Ну я знаю. Вот просто до мелочи. А что до мелочи, блядь? Я сижу, разбираюсь со своим нарушением. Смотри, короче. Какое-то тело летает, говорит, посмотри в камеру, чтобы я повертелся. Можешь еще, пожалуйста, чтобы он замолчал? А что замолчал? Я уже достаточно сейчас буду рассказывать про тебя. А потом ты уже объяснил. Ты встревал, какие-то свои ремарки говорил, как сегодня это было. Я тебе один раз сказал, уйди. Сегодня, да, было. Вот этот косяк я признаю, но, типа... Да, вот это было. Нет, ты договориться хочешь или подискутировать? Я могу просто остановиться и сказать, дай выдай ему наказание. Он стал 12 сентября. Признаю свой выбор. За вот это. За сегодня я признаю его. Вот серьезно. Вот за это стою. Все, окей. Мне этого достаточно было. Просто суть в том, что когда чел какой-то с кем-то разбирается, зачем ты туда лезешь? Тебе там делать нечего. В админ-чате сообщение. Лоник, тэпнись, нужна помощь. Тэпаешься, помогаешь. Нет, ты влетаешь в чужую ситуацию. Тебя туда не звали. Вот в этом вся суть. Я этого добивался. Не того, чтобы тебя сейчас банил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok